Девяносто пять процентов вакцинированных среди педагогов и вспомогательного персонала образовательных учреждений. Таковы требования Национальной комиссии в области общественного здоровья. Также в постановлении указано, что невакцинированные специалисты должны каждые две недели за свой счет проходить тестирование на наличие в организме инфекции COVID-19, либо сдавать анализы на антитела. Есть те, кто не может по объективным медицинским показаниям сделать прививку. Есть те, кто не может себе позволить таких финансовых затрат. Остальных сотрудников не помешает нам начать учебный год и продолжить его с физическим присутствием. Надеемся, что пандемия завершится и все будет хорошо. Члены КЧС Гагаузии не нашли ответов на свои вопросы и обратились за пояснениями в Национальную комиссию. Мы обратились в Национальную комиссию для предоставления разъяснения по данному пункту, как поступать с тем персоналом, который придет на работу, не имея этих документов. Ну и, соответственно, на данный момент мы получили ответ письмо о том, что письмо принято на рассмотрение. Ответа мы до сегодняшнего числа, то есть на 1 сентября, пока не имеем. Уровень вакцинации среди сотрудников образовательных учреждений автономии близок к 70%. Практически едиными в своем решении привиться против коронавируса оказались сотрудники дошкольного учреждения села Бежгиоз – 99% вакцинированных. А вот коллектив местной гимназии состоит из 40 человек. Уровень вакцинации, как сообщила директор учреждения Татьяна Колын, чуть более 75%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова